Николай Григорьевич Бутырин сам офицер. Своего отца никогда не видел, но желание быть похожим на человека, ушедшего на фронт добровольцем, сына преследовало всю жизнь. Отец Николая Бутырина, Григорий Бутырин, не подлежал призыву. Тогда в свои 50 он уже был участником трех войн. О наградах с Гражданской и Первой мировой в семье знают и бережно хранят. А вот о подвигах главы семейства во время Великой Отечественной до недавних пор и не подозревали. Награда и не одна нашла своего героя спустя 72 года. Случилось это благодаря интернету. Именно там сын узнал о боевом пути отца и увидел те самые наградные листы. Все формальности были соблюдены и через две недели мне пришел ответ. Я обрадовался. Обрадовались мои родственники, близкие. У меня растут дети, внуки. Один внук служит в рядах вооруженных сил, второй внук растет, тоже будущий защитник Отечества. Для них это будет большая престиж и гордость. Мне это для потомков. Старшина Григорий Бутырин, участник обороны Кавказа, Сталинградской битвы освобождал Ростов-на-Дону, где и пал смертью храбрых в феврале 43-го. Солдат воевал, об этом не думал. Где-то было окружение, где-то были бои. А сегодня пришли эти удостоверения, которые мы должны вручить. И вручаем их с радостью. Наверное, для того, чтобы порадовать все-таки родственников этого солдата войны. Наверное, чтобы пример видели наши призывники. Сыну героя вручили удостоверение сразу к трем наградам. За отвагу, за боевые заслуги. Перед смертью приказом командира 10-го гвардейского кавалерийского полка солдат Бутырин был награжден и орденом Красной Звезды. Такое мероприятие в военкомате не случайно запланировали в день призыва. Для юношей подобные истории земляков и стимул, и гордость. Очередной осенний призыв отправил вооруженные силы страны 36 сочинцев. Ребята по традиции получили напутствие от военкома и священника. Божьи благословения Ангела Хранителя вам на весь год. Но самых главных слов ребята ждали от провожающих. Отправка не обошлась без традиционных объятий с родными, а теперь и популярных селфи с призывником.